Я нашла в сети очень хороший текст о нелёгкой жизни режиссёра. Захотелось его зачитать. Называется «Как ставить пьесу в монолог режиссёра». В самом начале пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе чисто любивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова. Разумеется, вскоре выясняется, что пьеса совсем не готова, и в лучшем случае её отправляют обратно автору с предложением сократить. Режиссёр, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги, иными словами, перекрыть всё, что там накропал автор. «Я, видите ли, представлял себе такую тихую камерную пьесу», — говорит автор. «Это не годится», — отвечает режиссёр. «Её надо подавать совершенно гротескно». «Клара — запуганное, беспомощное существо», — поясняет далее автор. «Откуда вы взяли?» — возвращает режиссёр. «Клара — ярко выраженная садистка. Взгляните на страницу 37». Данеш говорит ей. «Не мучай меня, Клара». При этих словах Данеш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке. «Я совсем не так представлял себе всё это», — защищается автор. «Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта просто нет впечатляющей концовки». Далее собираются шесть-восемь актёров. Все они выглядят смертельно уставшими, зевают и потягиваются. Во всеобщем унынии приходит полчаса. Нагнец режиссёр разглашает. «Начинаем. Где пан Икс?» — сердится режиссёр. «Что он не знает, что у нас чтение в лицах. Репетирует на сцене. Хмуро пурчит кто-то». «Ах, тогда я буду читать за него», — решает режиссёр. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». «Клара». Молчание. «Где пани Игрик?» «Кажется, болеет», — мрачно предполагает кто-то. «Уехала на халтуру», — провоцирует другой. «Мария вчера говорила мне», — начинает кто-то, «что у неё...» «Ладно, я прочту», — вздыхает режиссёр. И читает диалог Денеша и Клары. Никто его не слушает. Входит Катюша. Наконец, облегчением выпаливает режиссёр. Молчание. «Слушайте, мадемуазель», — сердится режиссёр. «Будьте внимательнее, ведь вы, Катюша». «Я знаю», — нежно отвечает инженю. «Ну так читайте. Первый акт. Входит Катюша». «Я забыла роль дома», — мило заявляет Катюша. Следующий этап репетиции. «Здесь двери», — тычет режиссёр в пустое пространство. «Вешалка», — другие двери. «Стул» — это диван, а другой стул — окно. «Вот этот столик — пианино, а тут, где пустое место, стол». «Вы, сударыня, войдёте в двери и остановитесь у стола. В другие двери входит Иржа Денеш. Где опять пан Икс?» — репетирует на сцене, сообщая два голоса. «Ну, я изображу Денеш», — вздыхает режиссёр и вбегает в воображаемую дверь. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное!» «Сударыня, сделайте три шага мне навстречу и изобретите лёгкое удивление». Потом Денеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь на стул, а даже окно!» «Итак, ещё раз. Вы входите слева, а Денеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное!» «Отнюдь нет, отец мой!» — читает Клара по бумажке. «Я его не видела с утра». «Что вы читаете? Ничего подобного там нет!» Кричит режиссёр и вырывает в неё роль. «Где это?» «Отнюдь нет, отец мой!» «Но, сударыня, это же из другой пьесы!» «Вчера вам не прислали это!» — безмотежно говорит сударыня. «Возьмите пока пьесу сценариста и будьте повнимательнее!» «Итак, я вхожу справа». «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное!» — начинает актриса. «Это не ваша реплика!» — приходит в отчаянный режиссёр. «Вы сами, Клара, а не я!» «Я думала, это монолог!» — возражает Клара. «Не монолог!» «Итак, внимание!» «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное!» «А какая у меня будет прическа?» — осведомляется Клара. В последний день перед генеральной репетицией беды обычно сыплются, как их мешка. Среди актёров раздражаются эпидемии гриппа, ангины, воспаления лёгких, поливлита, аппендициты, других недугов. Так обычно кончается последняя репетиция перед генеральной. Но завтра протянется широкая многоцветная радуга генеральной репетиции. «Господин режиссёр», — замечает автор, «что если бы Клара в первом акте теперь некогда переделывать?» — хмуро отзывается режиссёр. «Господин режиссёр!» — объявляет Клара. «Портниха только что передала, что к премьере мой туалет не будет готов!» «Господин режиссёр!» — восклицает Катюш. «Какие мне надеть чулки?» «Господин режиссёр!» — прибегает Бутафор. «У нас в Бутафорской нет аквариума!» «Господин режиссёр!» — заявляет театральный мастер. «Мы не успеем завтра кончить декорации!» «Господин режиссёр!» — вас зовут наверх! «Господин режиссёр!» — вас зовут вниз! «Господин режиссёр!» — какой мне надеть парик? «Господин режиссёр!» — перчатки должны быть обязательно серые. Автор сидит как на иголках. «Господи, Боже!» — думает он. «В жизни не буду больше писать пьес!» Если бы он сдержал слово!